Уважаемые коллеги, добрый день! В рамках совместного форума Молодежного совета, Координационного центра и Школы международной информационной безопасности мы уже узнали о том, что же такое управление интернетом, а также о том, какие были первые форумы. Сейчас мы находимся в гостях у исполнительного директора Ассоциации национальных доменов верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского региона Тодорова Леонида Львовича. Леонид Львович, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Леонид Львович, не могли бы Вы рассказать нашим слушателям о том, какие же существуют модели управления интернетом? С удовольствием! Ну, я сразу хочу сказать, что все, что я буду говорить, такой дисклеймер, да, все, что я буду говорить, это исключительно мои собственные соображения. Соображения я далеко не ортодоксален в высказывании тех или иных идей, поэтому заранее прошу меня извинить, если вдруг я прозвучу, ну, скажем так, немножко экстремистским. Итак, что касается моделей управления интернетом, с моей точки зрения, их две на самом деле. И это не мультистейхолдерная и не мультилатеральная, то есть межгосударственная, а скорее западная и восточная в широком смысле. Я имею в виду страны Запада и, в общем-то, весь остальной мир, за исключением, может быть, некоторых стран Латинской Америки, которые тоже придерживаются западной модели. Значит, дело в том, что сегодня мир стал настолько сложен, что все смешалось несколько. И та самая модель, о которой достаточно недавно говорили с придыханием, а именно мультистейхолдерная модель, она, ну, эволюционирует и далеко не всегда в позитивном ключе, с моей точки зрения. В то же время межгосударственная вот эта вот модель, мультилатеральная, или та, которая ассоциируется с Азией, с Востоком, тоже, в свою очередь, не стоит на месте и тоже заметны какие-то подводные течения, которые, может быть, ну, с течением, извините за повторы, с течением времени просто приведут к каким-то достаточно неожиданным результатам. Итак, с моей точки зрения, все объясняется ролью государства в интернете. Значит, мультистейхолдерная модель предполагает, что государство участвует на равных как партнерах, хотя на самом деле это совсем не так. Вот, насколько я вижу, это совсем не так. Мультилатеральная предполагает, что вообще все остальные стейхолдеры не имеют ровным счетом никакого значения или имеют очень малое значение. И государство, безусловно, доминирует в интернете так же, как оно доминирует в странах Азии, мы это знаем, и во многих странах Африки, да и, собственно говоря, и в России, чего уж там греха таить. С этой точки зрения надо признать, что если уж совсем упрощать, то, наверное, имеет смысл говорить о двух моделях – американской и китайской. Вот дальше уже начинаются развилки, дальше начинаются нюансы, о которых стоит поговорить, просто потому, что зачастую мы не очень хорошо понимаем, что происходит внутри этих моделей, каково взаимодействие тех самых гравитационных или центробежных сил, которые там имеют место быть, и, наконец, как и в каком направлении, я уже сказал, вот эти модели эволюционируют. Для этого надо очень глубоко копать и, в общем-то, постоянно быть в курсе событий, а это не просто учитывая тот огромный, а порой и мутный поток литературы и информации по этому вопросу, ну, на которые просто у нормального человека не хватит никакого времени, если не заниматься этим профессионально. Спасибо вам огромное. Не секрет, что нас сейчас смотрит большое количество студентов, а также представителей научной сферы, и у них возникнет закономерный вопрос. Вы сказали о том, что существует две модели основные, а какие у них есть плюсы и минусы, преимущества и недостатки? Да, вот это вот тот самый замечательный вопрос, над которым бьются лучшие умы вот этой замечательной экосистемы управления интернетом, этого так называемого глобального интернет-сообщества. С моей точки зрения, у мультистейхолдерной модели, помимо достаточно хорошо известных таких отрицательных факторов, как то длительность принятия решений, необходимость проведения консультаций, необходимость достижения какого-то приблизительного консенсуса в соответствии с классической моделью принятия решений в мультистейхолдерной среде, есть еще один чудовищный, на мой взгляд, недостаток. Дело в том, что, отвлекаясь на секунду на экскурс в историю, люди, которые делали интернет своими руками в самом начале, и люди, которые, собственно, стояли у истоков мультистейхолдеризма, были в некотором смысле романтиками. Конечно, многие из них с тех пор перековались, потому что каждая революция рождает своих героев, но и ренегатов тоже. Так вот, дело в том, что они недоучли или просто даже игнорировали чрезвычайно важный момент, как очень многие реформаторы в очень многих других областях. Это человеческий фактор. Люди слабы, давайте признаем это. И, наверное, есть закономерность в том, что плодами вот этой революции воспользовалось достаточно большое количество людей, которые стали бенефициарами процесса мультистейхолдеризма. Но если говорить упрощенно, представьте себе, что речь идет о каких-то поездках, о каких-то встречах, совещаниях, звонках, необходимости выступать перед правительствами в ООН и так далее и тому подобное. Огонь, вода и медные трубы. И, конечно, достаточно многие из них не выдержали этого испытания и породили, дали толчок к зарождению того, что я называю доменклатурой или интернет-бюрократии. Вот перед вами классический образец, образчик, это я, я имею в виду, интернет-бюрократия. Если так вот смотреть со стороны, у меня не работа, а какая-то совершенно сказочная жизнь. Я езжу в самые экзотические страны мира. Я выступаю на каких-то бесконечных форумах. Это когда мы говорим, конечно, об очной форме. Я участвую в каких-то мероприятиях, и я получаю за это всю зарплату, понимаете. Значит, возникает вопрос, а чем, собственно, я занят? Что такого я делаю? В чем мои заслуги перед интернетом и мировым сообществом? Ну, вы знаете, очень сложно на эти вопросы отвечать. Конечно, у меня есть некие обязанности, если так всерьез говорить. Но представьте себе человека, который не то чтобы своим трудом и не то чтобы своими какими-то выдающимися достижениями в той или иной сфере застолбил себе место, почет и уважение. А скорее, это человек с какой-нибудь очень далекой страны, так как принято говорить, не до обслуженный регион, да, underserved region. Скорее всего, это женщина, да. И в силу просто целого ряда обстоятельств, продиктованных системой взглядов и суждений в западной парадигме, этот человек неожиданно оказывается на гребне волны. А оседлав этот гребень волны. Ну, потому что на каждой сессии должна быть женщина, на каждой сессии должен быть представитель региона, который недопредставлен еще во всяких структурах управления интернетом. И если этот человек способен говорить много, пассионарно и, в общем, сыпать теми самыми словами, значения которых мы особенно не разбираем и не придаем такого большого смысла тому, что он говорит или она, да, это так называемый buzzwords, тогда этот человек становится крайне необходимым и востребованным, а дальше, заняв эту нишу, он ее никому не уступает, потому что мы все знаем, что самый лучший способ ведения бизнеса – это монополия. Это еще у нас Дон Королеоныч. Поэтому, с моей точки зрения, заменив государственную бюрократию, интернет-бюрократии, мультистрейхолдеризм очень сильно потерял и как концепция, и как реализация этой концепции, и как, собственно, процесс, ну, если хотите, постоянного обновления и экспансии и самого интернета, и системы управления им. Что касается государственной или азиатской модели, то здесь, в общем-то, все понятно. Она, видите ли, конечна. Она вообще экстенсивна по сути своей. Почему сегодня мы все киваем на Китай, многие из нас кивают на Китай и говорят, смотрите, у китайцев получается такая вещь, какой у них интернет-бизнес, какой у них все. Но мы должны понимать, что имея рынок емкостью почти миллиард пользователей, причем многие из них достаточно состоятельные люди, потому что Китай сумел поднять из нищеты, мы это знаем, огромное количество людей вытащить из нищеты. Значит, имея такой рынок, эта модель имеет возможность развиваться в достаточно герметичной среде, но эта среда конечна, потому что сейчас уже Китай ощущает необходимость экспансии за пределы страны, за пределы своей собственной интернет-аудитории, и мы видим, как некоторые идеи в области управления интернетом, вот китайские или азиатские, с успехом начинают использоваться, ну, в самых разных странах. Наверное, в половине Африки, в Российской Федерации, в Камбодже, это я так вот на вскидку называю, в Мьянме, в Рунее и во многих других странах. То есть вот идея о том, идея, которая заключается в том, что китайская система управления интернетом, есть некое воплощение, квинтэссенция азиатского подхода, и, собственно, так и должно быть, потому что если Китай сумел построить такую экосистему, опять же, да, и такую систему управления интернетом, значит, она работает, она эффективна, она позволила стране в короткие сроки развить невероятных размеров интернет-экономику, которые, собственно, сегодня и движители во многом экономики Китая и экономического развития Китая. Значит, эта идея недооценивает, собственно говоря, конечности или экстенсивного характера развития вот этой системы. И, кроме того, государство, уж прошу прощения, это мое личное мнение, государство очень плохой менеджер. Государство не обладает той долей визионерства, которая необходима для хорошего менеджера, той гибкости, той операционной беспринципности, если хотите, потому что быстро менять на ходу какие-то элементы этой модели, государство не способное, и государство оказывается в плену своих идеологем. Плохих или хороших, это уже другой вопрос. Дальше мы можем говорить, опять же, о разных разветвлениях и о различных, я бы сказал, нюансах развития той или иной модели. Но, в целом, я могу сказать, что, с одной стороны, мы говорим о том, что мультистрихолдеризм закостеневает, и, в общем-то, породив вот эту вот интернет-бюрократию, становится врагом самому себе. С другой стороны, мы можем говорить о том, что государство в интернете, к сожалению, не оказывается тем самым движителем, тем самым локомотивом и тем самым центром мозговым принятия решений, который соответствует степени сложности интернета как такового и системы управления интернетом. Спасибо вам огромное. Но все-таки мы с вами вместе со слушателями являемся частью российского интернет-пространства, и в связи с этим, я заверяю этот вопрос, а у России есть отдельная схема или отдельная модель интернет-регулирования, или же мы течем по общему пути развития? Да, это вот совершенно правильный вопрос, к которым задаются очень многие. Мой ответ на него таков. Понимаете, у России есть давняя-старая болезнь. Она очень давняя. Вот просто если отвлекаться там историей, на культуру, это бесконечная борьба западников со славяновидами. Что такое западники? Западники уверяют, рынок, демократия, свобода слова, свободные выборы и так далее и тому подобное, это то, что определяет путь России европейский. Ну, мы знаем этих мыслителей, поэтов, художников, которые всегда, собственно, это пропагандировали. С другой стороны, мы очень хорошо знаем огромное количество мыслителей, поэтов, художников, которые уверяли, что в России свой собственный путь. Я не буду цитировать Тютчева. Что Россия – это не Запад и не Восток. Это отдельно взятая огромная цивилизация, у которой есть свои столпы, там, духовность, не знаю, православие, самодержавие, народность и так далее. Но, вы знаете, парадокс заключается в том, что как только славянофилы начинают навязывать обществу, да и в стране, свой путь развития, он неизбежно заканчивается в мягких объятиях азиатского метода или азиатской парадигмы. И мы это видим сегодня на премьере, в замечательном примере, когда наш президент говорит о том, что, ну что ж, социальные сети нам враги, давайте, значит, если что, YouTube мы закроем, давайте мы, так сказать, возьмем под строгий контроль, заставим их открыть здесь офисы, потому что все так делают. Ну, опять же, здесь известное лукавство есть, конечно, да, мы это прекрасно понимаем. Все это делают, но все делают немножко по-другому. И уж точно не под угрозой пистолета, приставленного к виску, я имею в виду к виску вот этих интернет-компаний. Значит, с моей точки зрения, у России нет пути. Сегодня Россия находится достаточно устойчиво на треке азиатского типа управления интернетом. Мы не будем сейчас обсуждать, хорошо это или плохо, потому что, еще раз повторяю, это отдельная тема. Слепо копировать китайский опыт бессмысленно, это я сразу могу сказать. Европейский опыт нам, к сожалению, сегодня не применим, к нам не применим просто в силу того, что институционально и идеологически Россия не видит себя частью Европы. Поэтому, да, я склонен предположить, что своего пути нет, но мы пойдем в колее азиатского способа или пути развития интернета и управления им. Хорошо. Мы уже выяснили, что западная модель, если можно так выразиться, закостеневает, тогда как азиатская модель по своей сути конечная из-за граховенства государства. Российская модель вроде бы и обособлена, но является все же приверженницей одного из подходов. Так почему тогда победил подход со множеством заинтересованных сторон так называемый мультилатерализм или мультистейхолдеризм? Мультистейхолдеризм, наверное, наоборот. Мультистейхолдеризм. Ну, я вообще небольшой поклонник измов. Я родился при социализме, я участвовал в трансформации социализма в капитализм, честно говоря. И сегодня, когда я вижу мультистейхолдеризм, мультистейхолдеризм, это у меня вызывает устойчивые, так сказать, отрицательные рефлексы. Значит, во-первых, кто сказал, что он победил? Я этого не вижу, абсолютно не вижу. Это процесс. В этом процессе, конечно, очень желательно было бы увидеть мирное соревнование двух систем. Я, извините, из того советского прошлого, когда партийные документы говорили о мирном соревновании двух систем, капитализма и социализма. Видите ли, какая штука. Значит, мультистейхолдеризм совсем даже не победил. Он является доминантой сегодня. Уж извините, я начну тогда сыпать учеными словами. Доминантой нарратива в неком сообществе, которое именует себя гордо глобальным интернет-сообществом. На самом деле это где-то 2500 человек, более или менее той самой доменклатуры или интернет-бюрократии, которые, захватив явным и неявным образом какие-то форумы, продвигают в жизнь эту идею просто потому, что они являются конечными бенефициарами ее. Значит, я думаю, что китайская модель очень сильна сегодня. Она очень привлекательна. Я попробую повторить еще раз. Она проста. Не надо никаких консенсусов, не надо никаких рассуждений, форумов и так далее. Вы волевым способом, командно-административным осуществляете некую деятельность, которая приносит свои плоды. И когда остальные это видят, то не понимая, за счет чего эта модель развивается, какие у нее есть внутри встроенные, очень, кстати, здорово придуманные механизмы, я бы сказал, что очень многие неграмотные руководители отстающих стран с удовольствием начинают ее копировать в надежде на то, что это сработает и у них, если сработало в Китае. Поэтому я думаю, что сегодня китайская модель расползается по миру. Прелесть заключается в том, что китайцы вообще очень плохие маркетологи. Они не умеют продавать. У них этого нет. Они не говорят по-английски, а если говорят, то говорят плохо, а если говорят хорошо, то они скованы рамками, идеологем и установок коммунистической партии, и попробуй шаг вправо, шаг влево. То есть, иными словами, если бы они продавали эту модель, у них бы здорово это получалось. Я думаю, что они бы даже захватили бы гораздо большее количество, так сказать, командных высот в мире, чем сегодня это делают мультистейхолдеры. Кроме того, есть еще один существенный эпизод, о котором мы должны помнить. Есть вовлеченность управления, системы управления интернетом в глобальный процесс развития мира. Ну вот, я понимаю, звучит пышно, но я сейчас попробую пояснить. Дело в том, что еще в 90-е годы, когда пал Советский Союз, развалился Советский Союз, казалось, что вот та самая модель, либеральная модель, она, наконец, восторжествовала. Рынок, демократия и так далее движутся победным маршем по всему миру и прочее. Но спустя 25 или 30 лет многие, в том числе и я, с горечью начинают понимать, что маятник качнулся в обратную сторону. И государство появляется опять во всей своей красе. Значит, до недавнего времени в документах и в речах, выступлениях различного рода деятелей, связанных с управлением интернетом, все время звучали слова глобальная деревня, глобальный консенсус и так далее. Этого больше нет. То есть эти слова испарились. И это не случайно. Именно потому, что сегодня интернет, и мы видим это, переживает попытки растаскивания по национальным квартирам. Ведь не случайно возникла тема суверенного интернета. Хотя это то, что, ну, научным языком называется оксюмором, сочетание несочетаемого, как черный снег. Интернет, как глобальный ресурс, не может быть суверенным. Либо это интернет, либо это что-то другое. Но, опять же, здесь все, как я обычно говорю в своих лекциях по управлению интернетом, понимаете, в интернете все играет такими полутонами, что вот так сходу, в течение пяти минут, невозможно разъяснить все это. Значит, вот если мы возьмем ту же самую китайскую модель и спросим себя, так что же это, интернет или не интернет? С одной стороны, вроде закрытие, с одной стороны, вроде бы, экстенсивное развитие, с одной стороны, вроде бы, доминирование государства. Но если копнуть чуть-чуть поглубже, мы вдруг выясним, что там есть и огромное количество абсолютно рыночных механизмов, о которых нам только мечтать. Там есть четкое понимание или, во всяком случае, инстинктивное понимание государства. Удалить ни в коем случае нельзя. И поэтому там бизнес, интернет-бизнес развивается свободно, не испытывая удушающего влияния каких-нибудь там генералов от спецслужб, понимаете? И, наконец, там есть понимание того, что любой интернет-бизнес должен по определению руководствоваться целью и стать глобальным. И сегодня, парадоксальная вещь, ну, во всяком случае, до недавнего времени, когда Трамп провозглашал, допустим, доминирование американских компаний и запреты на деятельности китайских компаний в Соединенных Штатах, интернет-компаниях, мы вдруг неожиданно обнаруживаем, что самым яростным защитником и движителем интернационализации интернет-компаний и глобальности, глобализма в области интернета стал вдруг Китай, а совсем даже не Соединенные Штаты. Может быть, сейчас при Байдене что-то поменяется. Вот, поэтому мы должны отчетливо понимать, что здесь есть некая такая вот, понимаете, некая постоянная борьба, безусловно, она присутствует между так называемым мультистейхолдерным подходом и межгосударственным подходом. И я в этой борьбе, кстати, совсем не борьба ананайских мальчиков, это все не на уровне какого-то, так сказать, какого-то иллюзорного иллюзорного спектакля. Нет, это вполне себе серьезная, в том числе идеологическая борьба, но мы должны отчетливо понимать, что с моей, вот во всяком случае, точки зрения, мультистейхолдеризм далеко не побеждает. И причина отчасти в этой интернет-бюрократии, потому что бюрократия, любая бюрократия, прежде всего, жаждет статус-кво. Потому что, если что-то начнет меняться, вот представьте себе на секунду, мы сейчас все слились в едином порыве, и все те самые цели и задачи, которые установлены Тунисской программой для информационного общества, все эти задачи решены. Если все они решены, то первые, кто не найдет себе в этом новом мире место, будут те самые интернет-бюрократы. Если они способствовали решению задачи, значит, они сами больше уже не нужны. Таким образом, задача интернет-бюрократии сделать все, чтобы не достигать результата, но обеспечивать непрерывность процесса, в ходе которого они будут по-прежнему оставаться вот этими бенефициарами этого процесса. Замечательно. Хорошо. Мы узнали о том, как с точки зрения локального уровня, с точки зрения общей структуры выглядит как азиатская, так и американская, западная система. Мы уже поняли, что происходит противостояние. Но специалисты международных отношений нас логично спросят, а роль организации объединенных наций это какова на стыке двух систем. Да, это вот тот самый вопрос. Понимаете как? Ну, опять же, если абстрагироваться от миссии организации объединенных наций, мы должны признать, что она населена людьми. Хорошими, плохими, разных цветов кожи, разных рас, разных убеждений и так далее и тому подобное. Профессионалами и непрофессионалами. Вот с точки зрения, с этой точки зрения надо признать, что организация объединенных наций чудеснейшим образом встраивается в эту систему, тоже являясь ее бенефициаром. Если бы не организация объединенных наций, не было бы такой штуки, как, например, Всемирный форум по управлению интернетом и многочисленные форумы национальные и региональные. Если бы не организация объединенных наций, конечно, не было бы Международного союза электросвязи, который является одним из компонентов Всемирной системы управления интернетом, обеспечивая легитимизацию различного рода стандартов и одной из площадок, где, собственно, обсуждается очень много важных вопросов, связанных с развитием, я имею в виду в целом, да, как, так сказать, процессом и одновременно стандартными и параметрами определенных совершенно вещей, которые, компонентов, которые становятся частью потом технических основ интернета. Поэтому, да, конечно, эта организация играет свою роль, но я бы не стал ее преувеличивать. Собственно говоря, ну, да, она есть. Значит, вот вот этот вот странный, как это по-русски сказать, обсession, вот это странное затмение, что ли, да, вот Российской Федерации, вот вся власть должна принадлежать организации объединенных наций, и эта организация должна стать единой площадкой, на которой принимаются все и вырабатываются все решения на межгосударственном уровне, ну, остальные могут так сбоку припеха где-то там что-то делать. Понимаете, ну, вот не организация объединенных наций в конечном итоге двигает и развивает интернет. Не организация объединенных наций способна принимать решения, учитывая, что это еще более длительный, еще более сложный процесс взаимодействия абсолютно противоборствующих порой сторон, это сложнейшая работа в комитетах, подкомитетах и так далее, то есть процессы, которые могут затягиваться на годы, даже по сравнению с чисто государственным подходом. А интернет ведь это среда очень быстро развивающаяся, интернет не ждет и не терпит, пока кто-то скажет свое веское слово относительно какого-то протокола или какого-то параметра или какого-то я не знаю технического решения, которое может обозначить новые горизонты его развития. Он просто будет развиваться, то есть это два параллельных трека, понимаете, живут себе бюрократы, на этот раз настоящие государственные и межгосударственные международные бюрократы, живут в своем чудесном мире, принимают какие-то постановления, выносят какие-то решения, создают какие-то форумы, идут бесконечные обсуждения, а параллельно есть другая реальность, где люди своими руками соединяя какие-то детали добиваются того, что получается черт знает что, а потом это черт знает что становится нормой интернета и принимается уже всеми, даже теми самыми государствами, которым это изначально было непонятно и не нравилось, и вдруг оказывается, что, я не знаю, руководитель ведомства, который только что пытался прихлопнуть мессенджер, сам пользуется этим же мессенджером с большим удовольствием и все счастливы, поэтому я бы не стал абсолютизировать роль организации объединенных наций, ну, знаете, как в одном из старых анекдотов, это поможет, но во всяком случае не помешает, понимаете, ну есть оно, ну куда же его девать-то теперь, пусть решают свои задачи, поэтому я здесь как-то достаточно спокойно настроен, вот, прекрасно, есть форумы, пусть там они выступают с пламенными речами, я, в общем, не вижу в этом особого вреда, другой вопрос, конечно, это все стоит денег, но в конечном итоге мы же понимаем, что мы все платим налоги, куда же деваться, пусть это будет налогом на нашу возможность доступа в интернет. Леонид Львович, спасибо вам за вашу экспертную лекцию, за замечательную оценку и достаточно подробное объяснение того, что происходит в сфере интернета сегодня. Уважаемые коллеги, я напомню, мы были в гостях у исполнительного директора Ассоциации национальных доменов верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского региона, а также советника директора Координационного Центра Тодорова Леонид Львович. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok